Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Ревную, были поводы раньше своего супруга в разводе. На этом фоне постоянно ругаемся недоверия. Помогите осознать, что жить нужно за себя, мне тяжело живём вместе. Такой вопрос. Смотрите, в первую очередь, что здесь вызывает недоумение? Недоумение вызывает то, что вопрос довольно серьёзный. И непростой. Ну, то есть, есть много нюансов, которые нужно понимать для того, чтобы эффективно вам помочь. Вы, задавая такой серьёзный вопрос, по сути, не даёте никаких подробностей. Вы не раскрываете их. Это первое. Это вызывает сомнения по поводу того, насколько серьёзно вы готовы работать. Да? Это вызывает вопросы по поводу того, какой именно помощи вы хотите. То есть, какой помощи вы ожидаете. Вы ожидаете, что мы, прочитав вот такой вопрос, сразу дадим вам готовое средство и готовое решение для вашей проблемы? Нет. Так не будет. Потому что, то, в какой ситуации вы оказались, связано не с тем, что вы живёте с мужем, что вы в разводе, что вы его ревнуете. А, связано это с тем, что у вас есть определённая модель поведения. И вы этой определённой модели поведения придерживаетесь, наверное, всю свою сознательную жизнь. И это нужно корректировать. То есть, иными словами, всю свою сознательную жизнь вы не живёте для себя. А не только сейчас вы не живёте для себя. Важно понимать, что травма, психологическая травма, вам была нанесена, в общем-то, разводом. Да, куча. И это отдельная тема, с которой стоит работать. Важно понимать, что ревность возникает, когда человек обладает заниженной самооценкой, неуверенностью в себе, страхом одиночества. Эти моменты тоже необходимо корректировать. Важно понимать, по какой причине вы разведясь с вашим мужем и живёте с ним вместе. То есть, развод же был решением. Вы развелись. Какое-то значение, какой-то смысл в развод. Скорее всего, вы вкладываете. Но, тем не менее, разведясь, вы продолжаете определять человеку претензии. Следующее, на что важно отметить, что важно отметить, это то, что вы ругаетесь постоянно и у вас недоверие. Ну, во-первых, необходимо разобрать вот эту историю. Историю о том, что вызывает скандалы. Вот. То есть, ну, грубо говоря, грубо говоря, он что, вот, провоцировал скандалы. Да, то, с чего вы хотите. С чего по факту вы хотите. То есть, разобраться с вашими желаниями необходимо. Здесь. И о каком именно доверии или недоверии идёт речь, если вы развелись? То есть, как получается, что вы с человеком расходитесь, но по-преднему требуете от него доверия? О каком по сути Баверии идёт речь, если вы с человеком развелись? Вот это, на мой взгляд, очень важный момент. То есть, как будто бы, как будто бы, вы не принимаете реальный мир. По большому счёту. И это вопрос, на который вам необходимо найти ответ. То есть, в реальном мире что это происходит? В реальном мире происходит изменение события. Вы принимаете какие-то решения. А по факту, как будто бы, вы игнорируете это всё. Это тоже очень важно. Вот вы говорите, помогите осознать, что жить нужно для себя. Осознавания мало, я бы сказал, что его нужно, нужно хотеть для себя жить. А вы не хотите. И это тоже является некоторым конфликтом. То есть, иными словами, вам не для чего жить для себя. для вас не имеет смысла жить для себя. Вот и вопрос. Как так получилось? Вот и вопрос. Как вы к этому пришли? понимаете? То есть, ваш текст, текст вашего вопроса, это первый шаг к тому, чтобы начать себе разбираться, себе разбираться, Но никак не способ получить ответ, и способ решить проблему. Я думаю, что поскольку вы живете так, как вы живете, не один год уже, то вы имеете некие вторичные выгоды от того, какой способ жизни вы для себя выбрали. и я думаю, что эти вторичные выгоды так же не будут вас отпускать. Ну, то есть, они как раз таки и мотивируют вас на то, чтобы снова и снова повторять деструктивную модель своего поведения. Ну, например, вы вот боитесь или не хотите оставаться одной. И вы сделаете все для того, чтобы одной не быть. понимаете, да? Какая штука. То есть, до тех пор, пока вы боитесь быть одной, например, например, как один из вариантов, пока вы боитесь, вы будете действовать пока действует сейчас. Вот, вот, такой аспект. Я бы сказал, вот так ответил на ваш вопрос, который вы задаете. На этом все. Буду благодарен за обратную связь. по моему ответу это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Обращайтесь за помощью, вам она пригодится. сказал, я бы, Продолжение следует...